Наверное, я, пожалуй, ещё добавлю вот этого соуса, потому что иначе как-то суховато. Всем привет, чуваки! Меня зовут Майк, вы смотрите ежедневные влоги Хэм Уэз Мэн, и я в шапке. Почему? Потому что на улице всего лишь один. Один градус выше нуля плюс один. Это немножко грустно, но с другой стороны, там даже снег сегодня шёл, и я пока монтировал рабочий монтаж. Ну, я ещё не закончил работу, у меня ещё есть впереди работа, нормальные монтажи. Вот, я смотрел «Один дома». О, как я обожаю этот фильм! Этот фильм, наверное, из той же серии, что «Назад в будущее», то есть «Назад в будущее 1», «Назад в будущее 2», «Назад в будущее 3» мне не так сильно нравится, как первые две серии. Даже как самая первая, вторая уже тоже, как бы, она такая. Ну, в общем, и «Один дома 1», «Один дома 2». Вот, вот эти фильмы, они прям кайфовые, они классные, они на века, я пересматривал миллион раз, ещё миллион раз пересмотрю. Кстати, я собрался в магазин, потому что я хочу купить воды. У нас мы уже выдули 5 литров, нам нужно ещё, наверное, пару баклажек куплю и... Сухариков, или нет, не сухариков, сушек, вот, сушек хотел. Почему сухариков сказал? Не знаю почему. Не знаю, короче, я шапку одел, потому что на улице реально прохладно. Вот она, осень золотая. Уходит дожди, даже пар идёт изо рта. Мы идём вот в тот магнит. Та-дам! Та-дам! Две пятилитровочки омской воды. Это потому что с нашего источника, с нашей скважины, называется «Вундервелли». Мы обычно на рингу пьём, которая с Новосиба. Не знаю почему, но она как бы подороже, вроде как, повкуснее. Хотя мало кто может понять, какая вода вкуснее. Вот это вкуснее, это не вкуснее. Может, нам вообще просто кажется. Вот. Батоны, сушки. И ещё, я когда пошёл в магазин, забыл выбросить мусор. Так что погнал-ка я за мусором. Хе-хей, чуваки, пока у меня там идёт рендер, и уже время того момента, когда Алиска вернётся с работы домой, я решил сегодня приготовить нормальную еду, потому что вчера живот заболел от этих суш и всякое такое. Вот. И дело в том, что я почитал комментарии ко вчерашнему видосу. Во-первых, спасибо большое за отзывы по поводу песни. И по поводу это. Некоторые написали, что, ну, похоже на Алиска. Ну, понятно, стиль-то такой, естественно. Речитатив, распевка и всякое такое. Но сама песня, помните, я вчера сказал, что я дописал её, воскресил старую песню. Вот то, что распевная часть без припева... В общем, вчера сочинил только речитатив и только припев. А вся песня, вот эта вот «Скорая», она называлась раньше «Скорая», была сочинена вот практически пять лет назад. Ну, может быть, максимум там, ну, может, четыре с половиной года назад. И мы даже... Есть даже видос, реально, есть видос, не знаю, в нашей официальной группе или у нас внутренний. Может быть, я даже... Я даже выложу его. Сейчас вот, вот сейчас доделаю, я пойду и выложу. Там, где мы с Тёмой на каком-то мероприятии у него в колледже, ещё медицинском, играли эту песню вдвоём, он подпевал и подыгрывал. Песня «Скорая». А сегодня, в общем, на ужин у нас будет курочка, это грудинка, филе, здесь ещё вот кусок тоже грудинка. Ну, я вот... Грудинка, почему грудинка? Грудка. Грудь коренная. Вот. Я вот не знаю, наверное, она не пригодится, но, блин, я её уже разморозил, и не хочется замораживать опять, наверное. Блин, ну этого, опять же, будет достаточно нам сегодня каждому, грубо говоря, по куску. Ну, сейчас я его порежу. Ну, в общем... А-а-а, я запутался. Есть вот такой вот Uncle Ben's баланьезы, по-моему, он. Кисло-сладкий с овощами. Это соус кисло-сад, кисло-сладкий. В общем, обжариваются кусочки курочки в небольшом количестве масла в сковородке. Потом добавляется всё вот это дело. Всё это дело обжаривается ещё подольше. Потом, ну, одновременно с этим я варю макароны. И потом макароны кидаю туда, ещё немножечко это всё впитывается, настаивается. Даже можно выключить, под крышкой подержать, и будет офигенная паста. Я надеюсь на это, что это всё получится. Хотите увидеть ускоренку всего этого процесса? Я не знаю. Ну, давайте сделаем. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, небольшой процесс выпал из видеооператорского дела. И я, короче, затупил, немножко не снял. Ну, в общем, сварил отдельный вермишель. И мешаю теперь с этим всем... А, это тут свистит что-то у меня. Думал, там что-то где-то. Наверное, я, пожалуй, ещё добавлю вот этого соуса, потому что иначе как-то суховато будет. Да давайте уже всё. Делов-то. Макарон, потому что много. Отлично. Иначе будет всё сухо. А так сухо не будет. Я надеюсь на это, конечно, что не будет сухо. Из меня кулинар ещё тот. Опыта маловато. Да блин, почему всё мясо тут? Давайте как-то рассосредотачивайтесь с мясной кусочкой. О, надо сыр потереть. Сыр, сыр, сыр. Сейчас потру сыр. Это всё дело должно быть типа на малом огне. Но у нас как бы нет малого огня. Зато у меня есть ещё тёплая комборка вторая. Поэтому я на ней пока подержу. Закрою. И потру сыр в тарелку. В тарелочку, в тарелочку. Иди сюда. Иди сюда. И сырок. Так, у нас есть два сыра. Я думаю мы оба сыра туда и вбухаем. Ладно, чуваки, я не буду уже вас морочить всей этой кулинарной байдой. Я, знаешь, почему затупил? Много чего не снял. Телефон звонит, потому что. Нет, потому что я бегал и монтировал в это время. Друзья, мы досмотрели третий сезон Игры Престолов и начали смотреть четвёртый. Мне кажется, за эту неделю мы досмотрим до конца. Хотя я вот не знаю, сколько там серий. Ты не заметил? Я сегодня начал ещё и уже полусезона посмотрел Задержка в развитии. Вот, вспомнил. Классный сериал вообще. Двадцатиминутный. Такой телевизионный. Короткий. Ну, как стандарт. Всегда по полчаса они идут как бы с рекламой вместе. Вот, рожачный. Угарный сериальчик. И знаете что, друзья? Вот что. Алиска тут вспомнила о том, что мы давно не мутили рубрику «Ответы на вопрос». Да, там уже просто и мне кто-то просил на много раз и напоминали, что типа мы вроде бы должны были летом сделать опять такую рубрику. Рубрику. Да, но что-то мы там, что-то забыли. Ну, в общем, мы решили, что сколько мы до этой недели? Неделю опять? Воскресенье? Ну, неделю, да. До конца недели. Да, до воскресенья. На воскресенье ответим. Да. Ну, или в понедельник. Так что, знаете как? Ну, так же сделаем, как в прошлый раз, в Твиттер. Кто не в курсе, во-первых. Короче, вы можете задавать свои вопросы, мы будем на них отвечать. Мы уже один раз отвечали. Ответы на вопросы так и называются. Так что сначала посмотрите то видео, чтобы не повторять, потому что на повторные вопросы мы отвечать не будем. Ну, потому что нету смысла. Так что, знаете как? Зайдите на канал, откройте видосы и там в поиске напишите вопросы на ваши ответы. Ой, ответы на ваши вопросы. Нет, ну зачем? Так проще будет. И найдете, и все это смотрите. Так проще будет. Не, ну может, если я, короче, найду это видео, то там буду. Да я просто могу забыть, вот и все. Вот. Так что это? Пишите свои вопросы в Твиттер. Кэмвизмен. Ссылочка. Трю-трю-трю-трю. Повсюду, везде. Тут. Где-то там внизу точно она есть. Так что пишите свои вопросы, может, свои пожелания, какие-то, может быть, интересные. Ну, что-нибудь вообще пишите. Все, что хотите вообще. Это обращение... Ваше официальное обращение к нам, к каналу. Мне показалось, что она стала желтее? Лампочка. Да. Да. Как-то резко. Да, она, по-моему, как-то наполовину перегорела. Мне кажется, она перегорит уже скоро. У нас там еще есть три-четыре. Да, запасочки есть точно. Вот такие вот, друзья, дела. На сегодня все. Мы должны сегодня лечь пораньше. Вообще в девять должны были уже полдесятого. Так что все. Да, в девять часов вам не слышно. Серьезно, мы хотим пораньше, чтобы наступаться. Ну, потому что мне очень тяжко утром вставать. Я плохо сплю, и мне нужно вставать в 6.30. Короче, ну, просто потом еще в машине как-то, знаете, это немного страшновато. А ехать, когда хочешь спать. Я кофе с утра лиски не делаю. Когда ты едешь в пробке, час-полтора. Короче, короче, вот. Короче, короче, все. Все, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, пишите свои вопросы в Твиттер. Подписывайтесь на Твиттер, в смысле читайте его. Вот, и увидимся с вами завтра. Завтра, кстати, иду я куда? К Тёме. К Тёме вечером. Так что будет весело. Я постараюсь поснимать. Я надеюсь, это... Вообще по порядку это должен быть тот самый дурацкий поход, когда непродуктивно будет. Ну, я вам рассказывал, да? Чередуется все. Я думаю, что завтра мы сломаем эти правила. Покеда! Субтитры сделал DimaTorzok